Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Лариса Исламова. Сегодня в выпуске. В республике создан антикризисный штаб. Чубайс предлагает открыть в Татарстане новый завод. За услуги ЖКХ теперь можно платить через портал госуслуг без комиссии. В Татарстане на базе экономического совета создан республиканский антикризисный штаб. Он будет собираться в еженедельном режиме. Президент Рустам Лениханов подчеркнул, что подобные штабы должны быть незамедлительно созданы в каждом муниципалитете, в каждом районе республики. Правительству важно знать ситуацию на местах. Мы не должны ждать, пока что-то предпринять Москва. Мы должны в свою очередь тоже очень серьезно заниматься проблемами, связанными с рынком труда, с рынками на поставку продукции, работой с банками. Потому что малый и средний бизнес, обрабатывающая промышленность, сельская хозяйство сегодня уже ощущает острую нехватку оборотов средств, что в свою очередь сказывается на состоянии наших предприятий. Республиканский антикризисный штаб и его аналоги на уровне муниципалитетов должны работать не для галочки. Главы районов, мэры городов должны владеть ситуацией на своих территориях. Особенно это касается рынка труда. Также в антикризисные штабы должны войти представители правоохранительных органов для контроля процесса ценообразования и пресечения фактов недобросовестной конкуренции. Впрочем, есть в нынешней экономической ситуации, по словам президента, и свои плюсы. Ряд наших предприятий получает дополнительные конкурентные преимущества по продвижению наших товаров как внутри страны, так и за пределы экспортной возможности. Есть крупные предприятия, которые связаны с валютными кредитами. То есть мы должны понимать всю ситуацию, которая происходит, ну и особенно внимательно прослеживать ситуации на рынке труда. Татарстан может стать мировым лидером по производству одностенных углеродных нанотрубок. Это некая добавка, с помощью которой материалы существенно повышают свою прочность. По словам главы корпорации Роснано Анатолия Чубайса, в недавнем разговоре с президентом Владимиром Путиным, именно Татарстан был обозначенным как один из самых передовых регионов России в сфере нанотехнологий. Мы предлагаем здесь, в республике, построить завод, крупнейший в мире, собственно, единственный в мире, завод с мощностью до 250 тонн углеродных нанотрубок здесь, в Татарстане. Для справки, объем мирового рынка в прошлом году около 3-4 тонн. Мы считаем, что мир стоит в шаге от промышленной революции в этой сфере. Мы считаем, что объемы потребления в мире будут расти многократно. И мы считаем, что у нас есть технологии, с помощью которой это можно сделать. Мы предложили Татарстану эту работу. Сфера применения углеродных нанотрубок практически безгранична. От аэрокосмической отрасли, автомобилестроения, энергетики, промышленности и судостроения до производства практически не имеющего износа спортинвентаря, бытовых изделий из стекла, резины и пластика. С 1 февраля в Татарстане введена нулевая комиссия за оплату ЖКХ через портал государственных и муниципальных услуг и мобильное приложение услуги республики. Об этом на брифинге сообщил заместитель премьер-министра, министр информатизации и связи Роман Шельхуддинов. Впервые за деятельность портала вводится прием платежей без комиссий. Это значимый шаг на встречу, повышение, проникновение услуг в электронном виде, популяризации инфраструктуры электронного правительства, инфраструктуры электронных услуг Республики Татарстан и является беспрецедентным шагом в сравнении с другими регионами. Управляющая организация должна подписать соглашение для приема платежей без комиссии. Список компаний, по которым доступна оплата услуг ЖКХ с нулевой комиссией, размещен на портале Госуслуг Татарстана. Найти его можно, войдя в личный кабинет и выбрав раздел «Оплата услуг ЖКХ». И это все новости экономики на сегодня. С вами была Лариса Исламова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова